михаил о сердце берете здравствуйте сделайте пожалуйста видео про глютен сейчас эта тема набирает обороты или ссылку может уже есть такое видео интересует именно ваше мнение глютен 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 ну на глютене и закончим сейчас я просто-напросто наберу в яндексе что такое глютен насколько я так понимаю глютен глютен это то ли белок глютен это что это почему он вреден почему полезен это в зерне находится белок который удается слизь то ли ты мне что-то такое каких продуктов это вот рассказывает до поиск статьи я просто статью что такое тень чем видите где содержится ну вот продукты содержит глютен глютен это так без глютенного диета список продуктов ну нажмем правильно ну да все это связано с хлебом я как-то уже рассказал что чем вредим что такое глютен продуктах глютен это не единственное вещество под этим понятием подразумеваются две группы протеинов как я говорю белков содержащихся в некоторых зерновых культурах используемых в частности для изготовления муки глютен или клейковина ну вот то есть вообще то вот этими вот словами глютена метанами помните я говорил клейковина глютен или клейковина питает зародышей злаковых и способствует их прорастанию а последствия обеспечивает тесто эластичность готовым изделием из такого теста позволяет сохранить форму то есть лютен там где много этого лютена вот этой клейковины то есть клейковина клейковина само слово клейковина способствует тому что делает нашу кровь более вязкой поэтому там где меньше этой клейковины тере глютена так называемого эти продукты будут более полезны с точки зрения меньшей вязкости крови а вязкость крови о чем говорит о том что может ли она дойти по капиллярам допустим там до отдаленных каких-то участков и питать их или нет или она там заклеится в капиллярах и все есть такое еще понятие насколько я знаю может я ошибаюсь коломия то есть наличие вот этой вот слизи вязкости в организме от продуктов питания и чем меньше продуктах содержится от этих вязущих вязких веществ тяжелых и естественной клейковины тем они грубо говоря будут более полезны для нашего организма и кстати кстати когда когда зерно прорастает вот это вот клейковина которая имеется видите написано питает зародышей в злаков и способствует их прорастать то есть она клейковина уже превратилась совершенно в иное вещество то есть она выгналась в растение то есть и вот эта вот потенциальная энергия в виде грубо говоря крахмала его клейковина она превратилась в кинетическую энергию более полезную для организма и находится там проросших зернах и зерновые культуры в которых конечно меньше вот этой вот клейковины там по-другому они как раз используются вот да там выпечки хлеба вот говорят вот его это макаронные изделия которыми там питаются итальянцы потому что там пицца макароны и так далее у них как раз сорта пшеницы содержит меньше клейковины естественно поэтому они едят эту пиццу и ничем не страдают если человек начинает употреблять хлеб с повышенным количеством этой клейковины то начинают начинаются разного рода болезни в первую речь связаны с вязкостью крови ну вот глютена глютена приходится около 80 процентов всех белков состав пшеницы именно вызывает больше всего проблем со здоровьем ну и естественно включая роша при смешивании муки и воды глютеновые протеины формируют крепкую эластичную сеть что делает тесто упругим и дает возможность поздняться во время выпечки ну и чё вот эта крепкая эластичная сеть которая пойдет туда внутрь организма она вызывает слизь так так чем заключается вред значит устанавливающих глютеновой непосредственно непереносимости протеины могут вызвать проблемы со здоровьем различной степени тяжести ну и к тому же если механизмы у человека то есть ферменты которые способны этот глютен расщеплять непереносимый глютена общий термин объединяющий такое состояние как целиакия что целиакия значит видите такие термины чтобы не разобрались повышенная чувствительность глютена и аллергия на пшеницу ну вот аллергия из-за чего возникает аллергия из-за того что пищевые вещества должны в нашем желудочно-кишечном тракте и далее в печени стать своими из чужого вообще мы работаем как деструктуратор мы берем пищу из мельчаем ротовой полости значит на мельчайшие частицы дальше частицы на молекулярный уровень и наконец так это молекулярный уровень тоже должен расщепиться для того чтобы мы могли на основании этих расщепленных продуктов сделать нечто свое и далее встроить или пустить в энергию а если этого не происходит то это вещество становится чужеродным и болтается по крови естественно вызывая что если оно болтается по крови особенно в виде слизи оно выделяется через легкие то есть начинаются проблемы с легкими так ну-ка давайте почитаем аллергия на пшеницу разобрали так клейковины является фактором повышаемый риск развития болезни дюринга хрен он знает что это такое дюринг заболеваемость различными видами непереносимости протеинов глютена а именно этой самой клейковины растет по всему миру а объясняет это с назначительным и повсеместным увеличением потребления хлебовым изделий выпечки и прочих продуктов глютенов а также большого спорта после воды генномодифицированных сортов пшеницы с повышенным содержанием цитотоксических глютеновых пептидов ну вот знаете вот так вот все как то вот в наукообразную форму там завернули а все это можно выразить более просто вместо качественного зерна которое нам необходимо как пищевой продукт нам преподносят такое зерно которое не отвечает вопросам пищеварения зато она отвечает вопросом допустим быстрого там прорастания устойчивости к разного рода вредителям и еще каким то еще каким то там фактором все то есть это больше зерно пригодное и удобное для промышленности то есть хранение там что то там сделать с него вот такое вот чтобы оно там не портилось и так далее а насколько оно будет полезно в пищеварении и в здоровье это уже не касается главное выдать заработать и так далее то есть вот тут наблюдается что в погоне за какими то такими вот выгодами идет и я не побоюсь этого слова вырождение всего человечества вот вот и все так правильно поставить диагноз может только врач пищеварительное расстройство первый признак вероятность на лечение непереносимости белков клейковины но непереносимость белков клейковины одна а другое дело что вот это клейковина вот смотрите взяли мякиш хлеба в рот вот вы сразу представляете начали его жевать что у нас получается у нас получается такая масса вот эта масса пошла она может помимо того что всасывается она вот эти вот микроворсинки кишечники которые знаете как такая щеточная каемка она может их просто-напросто залепить и все и процесс пищеварения у вас нарушается нет усасывания нету еще продукты начинают вместо того чтобы перевариваться бродить возникает дисбактериоз на этой основе да а если еще добавят дрожжей некоторые спросили а в чем разница дрожжи же были а вот и есть дрожжи термофильные а есть дрожжи значит хмельные термофильные это вот как раз для того чтобы все это быстренько в рамках технического прогресса все это быстренько работало а с точки зрения пищеварения нет а вот хмельные дрожжи это как раз именно те которые нужны именно для здоровья но их значит что там труднее там я не знаю сделать или там применять в промышленности поэтому перешли на термофильные дрожжи да нафиг одни вымрут другие придут поэтому не это не заморачиваться особо то есть наше правительство не видит вот этой связи вырождение нации вырождение народа с геном модифицированными продуктами с таким качеством продуктов ничего они не видят и не хотят это замечать то есть причинно-следственные связи не прослеживается или намеренно замалчивается так дальше интересно целеакания непереносимых глютена то есть непереносимость этого самого клейковины то есть клейковина клей ну клей у вас все склеилось просто-напросто склеилось на уровне кишечника и далее начинает клеиться на уровне крови капиллянов так это хроническая целикания или глютеновая энтеропатия энтеропатия внутренняя болезнь это хроническое нарушение пищеварения то есть как только вы откажетесь от употребления хлебоболочных изделий содержащих повышенное количество вот этой вот клейковины у вас это хроническое нарушение исчезнет болезнь носит наследственный и аутоиммунный характер и вызывает поражение слизистой и повреждение ворсинах толсток кишки видите как я сказал я еще не прочитал уже сказал возникающим при употреблении пищи продуктов в состав который входит глютен исходные мелки все я дальше не буду разъяснять и так далее я просто-напросто скажу смотрите какая глупость прослеживается в этой статье вернее нам внушается смотрите носит наследственный и аутоиммунный характер наследственность да возникающий при употреблении пищи продуктов в состав которых глютен исходные белки позвольте ну если я не буду употреблять продуктов с повышенным содержанием клейковины то откуда у меня будет аутоиммунный характер откуда у меня возникнет наследственное заболевание ну что плетут вот такое понимаете плетение наблюдается везде и как только вы перейдете от продуктов с повышенным содержанием клейковины в частности допустим хлеба на простые каши на пшено на гречку там еще на что-то там другое где меньше этой клейковины у вас пройдут аутоиммунные и наследственные заболевания я просто когда читаю не знаете уже уже настолько настолько как бы сказать не то что надоело я так хочу сказать я понимаю что я глупый человек но не надо меня глупить еще больше чем я есть на самом деле помните